Добрый день, дорогие зрители! Я приветствую вас на своем канале Южный город Таганрог. 14 февраля у нас в семье выпал общий выходной, и мы решили прокатиться в гости к своим родителям. Родители наши живут 30 километрах от города Таганрога, Матвеево-Курганском районе. Чтобы попасть в Матвеево-Курганский район из города, нам необходимо проехать по Неклиновскому району. Обычно мы к родителям ездим по трассе Таганрог-Успенская, но в этот раз мы решили проехать через села Неклиновского района и показать вам наши южные поселки. В первой части нашего автопутешествия я показывала вам село Николаевка и село Троицкое. Во второй части мы прогуляемся с вами по поселкам Луначарский, Едушь и Покровская. Итак, выезжая из села Троицкого и переехав по мосту через реку Меус, мы попадаем в поселок Луначарский, который относится к Троицкому сельскому поселению. Поселок небольшой, протяженность села около 2 километров. Численность населения всего 172 человека. В поселке имеются всего 2 улицы, Садовая и Юбилейная. Поселок небогатый, дороги, как вы видите, очень плохие. Садика и школы я здесь не видела. Скорее всего, дети учатся либо в школе села Троицкого, либо села Покровского. Конечно, возможно, я ошибаюсь. Я говорю о своих личных наблюдениях, о том, что я вижу в этих селах. Расстояние до районного центра 5 километров, до Таганрога 23 километра. В поселке я видела автобусную остановку, но насколько часто там ходит автобус, я не знаю. По моим наблюдениям, ходит автобус очень редко, ну, наверное, раза два в день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улица Юбилейная, поселка Луначарского, плавно переходит в хутор Едуш. Иногда даже непонятно, где заканчивается один поселок и начинается другой. Из одного поселка в другой можно дойти пешком, ну, практически идя все время по улицам. От поселка Луначарский до хутора Едуш всего один километр пути. Поселок ходит в состав больше не клинаского сельского поселения. На хуторе имеется всего одна улица, до районного центра села Покровского 3 километра, до города Таганрога примерно 25 километров, хутор небольшой, население всего 130 человек. Школы и садика в хуторе нет. Скорее всего, детей возят школьным автобусом в село Покровское. Работы в этих двух поселках нет. На работу надо ехать либо в районный центр села Покровское, либо в город Таганрог. Добираться, конечно, в город довольно-таки проблематично, так как прямого транспорта в город нет. Сначала надо добраться до села Покровского или до села Троицкого, а оттуда уже можно уехать в город. В общем, без машины в этих хуторах никуда. Есть еще в хуторе Едуш кирпичный завод, но, честно говоря, не знаю, рабочий ли он, кажется, он закрылся уже. По крайней мере, вид у этого завода, как у заброшенного. Кирпичный завод Кирпичный завод Кирпичный завод Кирпичный завод Выезжая из хутора Едуш, можно попасть в поселок Симаки, и в Бенни-Клиновку, или же повернуть направо и, переехав через реку Меус по мосту, можно приехать в районный центр село Покровское. В поселок Симаки мы решили не ехать, так как нам нужно было попасть на федеральную трассу в Матвеево-Курганский район, поэтому мы поехали в сторону села Покровское, выезжая из которого, проехав пару километров, мы попадаем в Матвеево-Курганский район. Село Покровское основано в 1769 году, это административный и районный центр Неклиновского района и Покровского сельского поселения. Население около 12 300 человек. Поселки и школы, детские сады, больницы, рынки, сетевые магазины. В центре поселка находится площадь имени Алексея Береста. На площади расположены администрация района, дом культуры, спортивная школа, есть аллея памяти, детские площадки, прогулка по площади Алексея Береста есть у меня на канале, если кому интересно, можете зайти посмотреть. В селе также есть стадион, муниципальные и сельскохозяйственные предприятия. При желании работу найти можно. Можно ездить на работу в город Таганрог, что многие делают. Село Покровское связано с городом Таганрогом и Ростовом-на-Дону с железнодорожным и автобусным сообщением. До города Таганрога примерно 20 км, до Ростова-на-Дону 65 км. Ростова-на-Дону 65 км. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok